Бездомных животных в России возьмут под контроль, а домашних питомцев поставят на учет. Такое поручение властям дал Владимир Путин. Законопроект подготовит правительство. Тем временем в Красноярске произошло очередное нападение бродячего пса на ребенка. Мальчик отделался царапинами. От укусов четвероногого его спасла проходящая мимо женщина. Подробности в сюжете Евгения Шиповского. Вчера вечером мой ребенок вышел гулять сюда на площадку, и на него напала собака. Раскрябало ему лицо, руки. Атака на 7-летнего сына Яны Иванченко произошла прямо во дворе. Стая бродячих собак чувствует себя хозяевами возле дома на Фруктовой в Ботаническом районе. Их подкармливают местные, и нередко четвероногие проявляют агрессию. Что и случилось накануне. Сына Яны спасла гуляющая рядом женщина. Она отпугнула стаю, но все могло закончиться хуже. Минимум по 15 стаи бывают, собираются, бегают. Они здесь бегают везде. Придут, вот здесь вот лягут, например, и лежат. У нас здесь дети бегают. Как бы я ребенка своего одного редко сюда выпускала гулять. У меня хотя вот балкон, окно, да, слежу за ним. А вчера одного выпустили вот сюда на площадку. Напала. Яна говорит, собак развели на стройке. Сейчас она заброшена, и псы там живут, возможно, с потомством. Так как не все они чипированы. К тому же четвероногих, вероятно, подкармливают и на соседней стоянке. Может, месяца два-три назад на меня напали во дворе штуки четыре собаки. Хорошо, мужчина в машине. Видел это, выскочил, отогнал их. Я пошла на стоянку. Сказать, почему ваши собаки бегают, почему они на цепи сидят. Мне сказали, тебя, говорит, на цепь посадить надо. Но не все согласны с тем, что собаки со стоянки проявляют агрессию. Якобы они дальше своей территории не бегают. Здесь стоят три штуки, там на стоянке здесь сохраняют, ничего не будет. Ну, это собак и территория всегда здесь. Они здесь кормят, и здесь постоянно, здесь, в этом территории. Ни разу я там не выезжаю. Яна Иванченко написала заявление в полицию и обратилась в 2-0-5. В департаменте городского хозяйства рассказали, что за месяц в городе отловили, стерилизовали и привили от бешенства более 240 собак. В случае с нападением в ботаническом районе пообещали разобраться. Сейчас, безусловно, выйдут отловщики, специалисты проверят, что за факты, что за собаки. Возможно, там есть у них какая-то кормовая база. В Красноярске за последние два года от укусов бродячих собак погибли пять человек. Проблема до сих пор не решена. Единой методики определения агрессивности бездомных псов нет, но вскоре может появиться. Накануне Владимир Путин поручил создать законопроект об учете бездомных и домашних животных. В поправки входит вакцинация, стерилизация и поиск новых хозяев. Для приютов временного и постоянного содержания разработают новые стандарты. Правительство должно подготовить нововведения до 1 декабря. Евгений Жиповский, Сергей Пашаков, Новости Прима.